Продолжение следует... Она никогда его не стала женой Патори, второго брата Шимона, поэтому она за Леви не может выйти замуж. А вторая его жена Шимона, она делает Халица и не выходит. Так считает Раби Мейер. Раби Шимон говорит, на самом деле у меня большое сомнение, вот этот Амар, как мы сказали, деньги он ей дал, или дал ей документ, что он женится на ней. Он имеет силу или не имеет силу? Если он имеет силу, то он имеет силу Патори, и она становится его законной женой, как будто он сделал ей игум. А если он не имеет, то совсем он не имеет силу. Поэтому, если по Раби Мейеру все понятно, Раби Шимона будет иметь разницу, когда этот Амар был сделан. Поэтому он говорит, но лад ло ах, в ахаркахаса Амар, если, как мы сказали, были Рувен и Шимон, Рувен скончался, и Шимон сделал Амар, дал ей деньги, сказал. И потом, ну лад ло ах, сначала, сначала родился Леви, потом он дал деньги. Что получается? Первая жена, Сара, старшего брата, она не может выйти замуж, потому что он жил с ней в то время, когда он пришел в мир, когда брат уже умер. А вторая, она выходит и бум не делает, делает ей халица. Почему? Сара освобождена. Неважно, этот Маамар, по Раби Шимону, он имеет силу, как по Тории, или вообще не имеет силу. Эш-Тахиб Шурабе Олам, когда Леви родился, до того, как был сделан этот Маамар. Поэтому он родился до того, как она, даже если бы он не имел силу, вышла замуж. Поэтому она не вышла замуж, она ему запрещена. Дальше. Ривка делает калица. Почему? Она не может сделать ей бум. Это жена Шимона. Но, второго брата, своя жена, она делает калица. Потому что, если этот Маамар, он был неэффективный, как Рабич Маамар говорит, я не знаю, это сомнение, у него никакой силы нет. Тогда она не становится соперницей Сары, которая запрещена Леви. Потому что он родился до того, как она вышла замуж за Шимона. Поэтому она освобождена. А если все-таки этот Маамар имеет силу, и она вышла, Сара, замуж за Шимона, когда он ей дал деньги, тогда она становится его соперницей. И тоже будет ему запрещена. Это первый случай. Второй случай, по мнению Рабич Маамар говорит, А что, если наоборот, жили Рувен и Шимон? У Рувена жена Сара, у Рувена жена Ривка. Рувен скончался. Шимон дает деньги жене Рувена, и потом рождается третий брат Леви. Руби, Шимон говорит, я не знаю, имеет этот Маамар силу или нет. Поэтому, говорит, что она говорит, говорит, что она холецит веру митя бемет. Первая жена Сара, она делает холеца и ибум не делает. Вяшния, охолецит амитя бемет. А вторая она делает или холеца, или ибум. Почему? Потому что этот мальчик родился уже после того. Если мы скажем, что эта Маамар имеет силу по Торе, тогда уже Шимон женился на ней. И когда Леви родился, она была законной женой Шимона. И никогда не была запрещена Леви. Если же он не имеет силу, как мы сказали, тогда вторая жена Ривка может сделать или ибум, или холеца, потому что она жена Шимон. Дальше. Говорит Маамар дальше так. Добавляет. А что если он все-таки сделал? Этот брат, Леви, который родился, он сделал или холеца, или ибум. Теперь он говорит здесь так. Если он сделал холеца, или ибум, Ривки, жене Шимона, тогда Сара свободится. Мимановша. Как бы там, почему? Он говорит так. Потому что если этот Маамар, он неэффективный, тогда Сара никогда не была женой Шимона. И ей не нужно делать ни холеца, и ни ибум. Вообще. Если же... Потому что... Если этот Маамар не имеет силу, и этот мальчик родился после смерти Рувена, она ему запрещена. Как жена брата, которому он не жил. Если за этот Маамар имеет силу, Сара стала женой Шимона. И когда Леви сделал ибум, Ривки, законы первой жене Шимона, некоторая осталась от брата, он вторую жену этим освободил. Холеца. Но если он сделал это первой жене Сара, то тогда Ривка этим не освобождается. Почему? Потому что если Маамар, он не имеет силы, тогда Сара не была женой Шимона. И Ривке нужно своя холеца. Кроме этого, нужно сказать, что если Леви хочет сделать ибум для Ривки, он должен сначала сделать ибум Ривки, до того, как сделать холеца Сари, чтобы ее не запретить. И говорит дальше так. Потому что если, как мы сказали, Маамар имеет силу, и он сделает холеца сначала с Сарой, то он на этом освободит Ривку. Но если он на Ривке хочет жениться, это жена Шимона, а не Рувена, который первый умер, тогда он сначала должен сделать ибум, а потом холеца Ривки. Теперь говорит Маамар дальше так. Спор такой. Заключение нашей Гумары, мы продолжим все, что мы с вами проходили. Говорит Гумара так. Почему Раби Шимон говорит так? Что были Рувен и Шимон, Рувен скончался, Шимон женился на его Саре. Потом родился на его жене Сара, потом родился Леви. Почему этот Леви, по мнению Руби Шимона, имеет право жениться на Саре? Потому что когда он родился, Сара была женой Шимона. И он не должен копать архивы, как мы говорили, и искать, она была за кем-то замужем или нет. Она жена Шимона. Шимон скончался потом без детей. Леви имеет право на ней жениться. Так говорит Руби Шимон. Никогда она не была ему запрещена. Как мы объяснили. Дальше. А почему мудрецы запрещают? Амар кран. Велакха лоли иша вебма. Адань евумим харишоним алея. Второй написан пасух. Пусть возьмет ее себе в жены и сделает ибум. Выходит Леви, даже смотря, что уже она вышла замуж за Шимона, Хахамин говорит, что первая митва от Рувена, который первый умер, она еще называется все равно его ибум. Но если он все-таки взял ее в жены, как написано в втором, если он на ней женился, она будет его женой. По всем законам. Он потом хочет с ней развестись, должен ей дать гет. Халица уже не пойдет. Если хочет на ней снова жениться, иметь право на ней жениться. То есть мы, что мы могли сказать? Если ты говоришь, что еще запрет первого брата остается, если я с ней уже развелся, Леви, если с ней развелся, как он потом может ее взять? Мы же должны сказать, что запрет снова возвращается, пока он с ней живет. Окей, она его жена, пока он исполняет митву ибум. Говорит, мора нет. Можете ее вернуть. И Рафтум приводит интересный пример. Мы знаем всю историю, известную историю. Послушайте мульакова, это будет очень интересно. Шлому Амельхам. Что пришли две женщины, которые сказали, у одной умер ребенок, вторая его забрала и говорит, это мой ребенок. И когда он говорит, давайте разрежем, одна говорит, разрежьте, вторая говорит, нет, оставьте ей. Объясняет Мейри, очень интересно. Он говорит, это не была простая история. Это были кто? Это была невестка и ее свекровь. И у свекрови, и у невестки умерли мужья. Поэтому, когда ребенок умер, умер ребенок невестки. Но она сказала, забрала ребенка свекрови. Она сказала, если сейчас мой ребенок умер, значит, я должна выйти замуж за этого мальчика, которому, я не знаю, два-три месяца, полгода, я должна 10-15 лет ждать, чтобы выйти за него замуж. Поэтому она его забирает, говорит, это мой ребенок, у нее умер. Все, не умер, она уже может выйти замуж за любого, не должна ждать ее брата. Поэтому, когда Шумовская Амелик сказал, давай разрежем, она согласилась. Почему? Что даже несмотря на то, что в действительности это не ее ребенок, а брат ее мужа, если сейчас его убьют, опять не будет никого, на ком она обязана поторить выйти, за кого она должна поторить выйти замуж. Поэтому, это была мудрость, что он, когда он это, понял, что там происходит. Поэтому он сказал, давайте разрежем, и одна согласилась, а вторая сказала нет. Поэтому там написано, и он потом сказал, что там, если даже прочитать, это, ну, в книге Малахим написано, прочитать это, там написано, что Шумов повторяет, ага, она говорит, ты говоришь, что твой сын умер, а ее живой, а та говорит, что ее живой, а твой умер. То есть, они там словами, местами меняются. Отсюда, как мы говорим, мы учим одно, что во-первых, студия должен повторить слова тех, которые спорят, и во-вторых, мы видим, что там даже в этих словах есть точно намек, что это именно было, как в мире объяснять, что это была невеста со свекровью, у которой умерли у обоих сыновья, и она хотела освободить себя и не ждать этого мальчика. Вот это вам один случай, который из жизни, что этот трактат работает. Амин ве, амин.